Ну вы едете вообще. В Казахстан что ли поехали на Боровое? Практически. Шеф. Мы приехали к Денису, добрались наконец-таки. Увидели здесь толпу, огромную толпу рукопорцев. И поэтому решили узнать три главных новости, которые сегодня обсуждают в Качковской среде. Вот об этом сегодня и поговорим. Обсуждают, в первую очередь, это Дениса, борьба с Игнашфили. Всем интересно, кто будет. Я знаю, что Денис это 100%, миллион процентов. Потом пойдем на бицепс. Это очень популярный сейчас. Сидя пойдем на бицепс. Очень популярный. Мне это нравится тоже. А сколько там поднимаешься? Пока сотку работаю. А на подготовке, я думаю, 120 хочу. 120 будет. Это точно будет 120. Ну, во-первых, обсуждают. Первое, это возвращение Дениса. Это, наверное, самая такая обсуждаемая тема. Потом, наверное, мое возраст. Или это первое, а Денис второе. Ну вот, надо разобраться. Согласны, Георгий, разобраться нужно обязательно. И не только с этим. Например, очень много у парней страхов из-за второй волны коронавируса. Как ты думаешь, прорвемся? Отобьемся, конечно. Переживем. Потом, опять же, не все согласны, что Денису нужно сразу же по возвращению в соревновательный арм бороться с Ливаном Сагинашвили. Это будет очень интересно, мне кажется. Надо, мне кажется, Тоддом посмотреть его. Ну, а железный рейтинг очень волнует вопрос. Когда же мы сможем добираться до Дениса без этих вот сумасшедших пробок? А то дорога к Денису каждый раз превращается в какое-то безумное испытание. Представляешь, он будет таким старым ворочливым осетином? Да, я очень уверен. Представляешь, будет как-то ты говорить вообще нам на час? Стой, 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 стой. Ты что, на Мэросе? Обалдеть. Чит, да? Ты кушаешь, мившему? Давай, аккуратненько. Давай, давай. Пока, дорогой. Даже несмотря на то, что Георгий Таутиев использовал знакомые только ему партизанские тропы, дорога из Москвы в Боровое, где в этот раз состоялся армпикник, заняла у нас невероятные 4 часа. Наконец приехали. Ноги не чувствую. Но не будем о грустном. В итоге же добрались. Да и ради такой веселой компании можно немножко и в пробках потрястись. Буквально 5 минут назад только доехали. Сегодня все приехали на армпикник. О, вон, вон, снимем вот этого чувака. Приехал знаменитый ведущий железного рейкер и приехал. Как же вы без меня начали-то? Я не могу понять. Ну, ледник – это сила. Без нее я никуда не выезжаю, короче. Вадим, между прочим, не шутит. Природная питьевая вода из Осетии ледник реально всегда с ним. Особенно во время самых сложных испытаний. Возможно, именно поэтому в последнее время он настолько уверен в своих силах, что не боится никаких заруб. Более подробно о питьевой воде из Осетии ледник вы можете узнать в описании к этому видео. А мы продолжаем разбираться в том, какие же новости сегодня обсуждают российские рукоборцы. То, что сейчас будет турнир ПАЛ в Москве 22 августа, ну, обсуждают рекорды, кто сколько поднимает на лучевую, кто сколько поднимает на кисть со штангой. ПАЛ Россия – это новость номер два. Новость номер три – новость номер три. Ну, мы ждем, мы ждем злотый. Мы ждем злотый в конце года. Ну, скорее всего, это ожидание чемпионата мира. Скорее всего, люди ждут еще чемпионат мира. Ну, топ-8, конечно же, сейчас развитие вот в этом направлении. В принципе, хотелось бы, чтобы уже все стало на поток, чтобы все соревнования были почаще. Потому что сейчас немножко такой застой у всех. Кто-то вес поднабрал, кому-то тяжеловато заниматься. То есть уже такой была очень длинная пауза, которую уже хотели бы все, наверное, завершить с этим вопросом и уже спокойно тренироваться в своем направлении, набирать форму к соревнованиям, готовиться заранее. Каборцы сейчас обсуждают следующее. Как бы ни прикрыли сейчас опять все соревнования, и в сентябре вторая волна карантина, все очень этого боятся. Все почувствовали свободу, начали заниматься, готовиться к различным соревнованиям. Но у всех очень большая вероятность страха по поводу того, что гарантин будет в сентябре. Я-то не боюсь второй волны, да, но если скажут, только сидеть, придется сидеть. Не хотелось бы. Но вот насколько я знаю, да, там в Сеуле, например, закрывают снова университеты и прочее такое. Поговаривают, идет. Мне в это верить особо не хочется, тем более в такой классной компании, когда мы все здесь собрались. Какой? Ну какая вторая волна? Ну хватит. Всем нам уже безумно надоело сидеть по домам. И мы хотим уже быстрее вернуться на соревнования. Я потихонечку стараюсь набрать форму, а там будут какие-то соревнования. Получится, буду выступать в свое удовольствие. Но пока еще не совсем понятно, насколько эта мечта осуществима. Ведь враг, к сожалению, не дремлет. Ситуация настолько непредсказуемая, что кто его знает. Переживать здесь и вправду есть из-за чего. Так, например, карантин вновь введен в Казахстане. И как нам рассказал наш друг Георгий Дзиранов, в Астане вновь закрыли спортивные клубы. Да и у нас еще есть регионы, где спортзалы пока так и не открыли. Например, в Красноярске, где живут и тренируются два участника ТОП-8. Виталий Лаличин и Дмитрий Силая. Но что в этой ситуации напрягает больше всего, так это закрытые границы. Ведь увидеть в Польше поединок Дениса Цыпленкова с Ливаном Содинашвили при закрытых границах ну никак не получится. Но мы надеемся, что все обойдется. И пусть хотя бы без зрителей, но все старты, которые запланированы на осень, состоятся в намеченный срок. Ну а мы пока будем следить за зарубами местных чемпионов. Тем более страсти здесь разгораются почти как голливудские. Последний пост это была заруба Валера у Вадима на канале. Когда Вадим пытался стартануть, и Валера его остановил и вытащил. И вот этот их конфликт, такой современный конфликт массы силы, которые они стали снова раскручивать, достаточно прикольно смотрится. Я считаю, побольше нужно таких вещей, чтобы популяризировать спорт, и чтобы народ увлекался и участвовал в соревнованиях. Эта история противостояния Давида против Голиафа началась во время прошлого арт-пикника у Дениса. Мне не нравится, что меня называют бодибилдер, конечно, потому что я не бодибилдер. И никогда не занимался бодибилдером. Я жимлю же, жимовик. По стилю, конечно, я сильнее его, до 100% я сильнее его. А он опытнее. Но ничего страшного, сейчас скоро. Скоро я его сделаю. Ух ты! Ух ты! А ну давай еще раз. Снято. Ух! Вот этот поединок уже заслуживает внимания. Покажи. Ура! В порядке у тебя был фол. Я был фол, у меня был. Давай! Ну, я думаю, это такая дружеская атмосфера у них. В принципе, они очень хорошо смотрятся друг с другом. То есть, такой огромный, ну, бодибилдер, в кавычках, конечно. Валера сам по себе армрестлер. Я бы на самом деле смог бы. Просто он взял у меня водички ледника. Поэтому... Начинаю думать, как тебе бороться. Они вот планируют зарубу. Планируют в других упражнениях, не только армрестлинг. Я думаю, что будет интересно посмотреть, как бы, как себя покажет Вадим. В декабре? В декабре, давай. Пожмем. В декабре, да. Давай. Одним упражнением зарубимся. Давай еще одно что-нибудь. Без проблем. И еще по подъему на бицепс. Без проблем. Потому что я сейчас, даже с завтрашнего дня, буду готовиться на чемпионат Европы по подъему на бицепс. И заодно с тобой тоже зарубимся. Ксеньке что ли? Ксеньке? Можем ксеньке, можем. Да, да, ксеньке, ксеньке, да. Давай сидя. Корпус нет, у тебя сильнее корпус, ты будешь больше. Да, конечно, да, конечно. Тебе легче, блин. Сидя, сидя, сидя. Сидя, сидя, сидя будем поднимать на бицепс. У тебя тяги короче, понимаешь? Тебе легче поднимать на бицепс. В смысле легче поднимать? В смысле? Как я подниму? Ты хочешь сказать, что лилипуды что, они тонну будут поднимать, что ли? Ну это прям смешно же, железному рейтингу, слушай. Вот даже не знаем, что в этом противостоянии интереснее. Армрестлинг или заруба в жиме и бицепсе? Валера все-таки готовился по жиму лежа, выступал. У него результат, в принципе, очень большой. К Вадиму к нему не подобраться. По бицепсу сидя, у Вадима тоже есть шансы. У Валера их бицепс не слабый, но у Вадима рычаги покороче. То есть у него за счет этого все-таки он может здесь создать конкуренцию. В армрестлинге, в армрестлинге опять же. Вадик очень хитрый, он его скорее всего только на одном выставлении уже победит. Чисто в силу, если вкрутиться, у Вадика вряд ли там особо будут шансы через какое-то время. А ведь на Вадима точит зуб еще один чемпион. Не буддебилдер, конечно, но тоже крепкий парень. Ты уже, Таутиев, тебе вызов бросил? Я слышал, он тебя искал здесь. Он меня искал здесь? Еще не в курсе я. Не в курсе, нет? Да. Он говорит, хочу, ну, реванш хочет. На самом деле, после последнего раза я бы не рискнул кидать сразу реванш. Я бы год позанимался, потом бы что-то там начал выдвигать. Согласимся, пока Георгий еще не в лучшей своей форме. Но поговаривают, что он начал регулярно тренироваться. Так что новые яркие победы не за горами. Ну а пока, Георгий, ты уж извини. Но главной новостью сегодня является все-таки предстоящий камбэк Дениса Цыпленкова. На самом деле, если вспомнить прошлое, то в поединку с Глоратом Денис готовился так же. Приезжали парни с Москвы, с Володой и помогали ему тренироваться. Ну, такой народный сход по подготовке Дениса к турниру. И сегодня производит то же самое. Приезжают рукоборцы со всей Москвы, с области, чтобы скандинговать с Денисом, чтобы загрузить Дениса. И это круто. На предстоящей в декабре Вендетте в Польше Денис может встретиться за столом с Ливаном Сагинашвили. А как рассказал нам Ливан, в Грузии на днях заработали все фитнес-клубы. И он вернулся к нормальным тренировкам. Поэтому в том, что к декабрю грузинский тяжеловес будет в отличной форме, сомнений нет. А вот сможет ли к этому сроку набрать нужные кондиции Денис, это вопрос. Да и вообще, нужен ли сейчас его поединок с Ливаном? Было бы интересно, мне кажется, с Майклом Тоддем посмотрел бы. Такой, очень, наверное, был бы сейчас подходящий, мне кажется, поединок. Было бы интересно. Потому что, ну, и тогда было бы интригующе посмотреть, как бы он с Ливаном отборолся. Вот, а именно сразу с Ливаном сейчас, мне кажется, было бы не так интересно. Ну, не потому что Денис проиграет, а потому что, ну, вся интрига пропадет. А так мы будем просто знать, что у Дениса такая форма, и он может отбрать еще большую примеру. Вот, то есть это будет очень интересно, мне кажется. Надо, мне кажется, Тоддем посмотреть его. Как Денис? Денис, огонь. Космос. Денис, космос. Это там стена железнобетонная. Прибавляет, ты очень чувствуешь прогресс? Да, да, конечно. Сразу, жесткость чувствуется, сила больше. Силочки набирает. Он набирает быстро очень. Еще пару, три месяца еще, и он готов. Привет! Мы же с вами сразиться. Сразиться? Давай. Я думал, что он на разъедет. Сейчас ты и похода. Давай! Давай. И-и-и, поехали, давай. Нифига себе. Капан. Денис молодец. Вот месяц назад я к нему приезжал, он еще добавил с этого момента. По-моему, даже весе добавил. Я так вот смотрю, по-моему, объемы менее сухой стал, объемы увеличились. Я набрал, да, набрал, набрал. 5 килограмм набрал, 6. Сколько сейчас тебе килограммов? 130. Я думал, что тут по шею. Скажем так, есть моменты, которые я, можно сказать, блокирую. То есть, получается, я как бы тренируюсь, скажем, на 100%, только веса поменьше. То есть, я делаю большее количество раз, да. Не работаю там на один раз, грубо говоря. Плюс еще за массы не гоню, да, потому что, как бы, вот это все, оно меня держит. Ну, мне кажется, ты все набрал. Я набрал, да, набрал, набрал. 5 килограмм набрал, 6. Сколько сейчас тебе килограммов? 130. Подарим Денису самую вкусную и самую обогащенную минералами воду. Денис, пей ледник и будешь как айсберг. В этот раз до Дениса, в том числе и из-за пробок, не добрались ни Иван Матюшенко, ни Сергей Токарев. А было бы интересно оценить форму Дениса именно в поединке с этими тяжеловесами. Но, с другой стороны, это повод встретиться еще разок и побаловать вас, наши зрители, еще одним видео с Денисом Сопленковым. Двойной битв спереди. Я не могу, прикинь, у меня лучше туда не заходить. Я, кстати, поймал себя на мысли, мне всегда говорят, а я чувствую, что не получается. У меня туда руки, все, блоки не заходят, смотри. Все, меня зажало и сюда, и сюда. Ну, а на сегодня мы прощаемся с вами, но прощаемся ненадолго. Ведь совсем скоро нас ждет разбор от Алексея Шреддера лучших новинок в фитнес-индустрии. Самый злостный. Который ты до сих пор не понимаешь. Злостный, вот этот я не понимаю. Вот это самая дурацкая штука, которая есть на этой площадке. Типа нужно вот так становиться и делать в стороны. Также уже в работе очередной выпуск проекта «Новые монстры бицепса», где помимо признанных мастеров этого движения, таких как Евгений Авдулов и Дмитрий Жемаркин, мы узнаем, насколько же сильны банки у паролифтера Александра Лугового. И вот на этом на сегодня все. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео со своими товарищами по качалке. Это важно. А мы прощаемся. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!